Девушки отдыхают Девушки отдыхают Некачественный товар Оцеревшую материю На целовальниках лежало Смотреть за качеством товара Товар-то должен быть нормальный И они отвечали А как же Вопреки названию целовальники Нужны были не для демонстрации русского гостеприимства И уж точно не для поцелуев В русской литературе целовальники Упоминаются редко и все больше Недобрым словом Ты попомни целовальника Что сказал подлец с едой Николай Некрасов Коробейники Целовальник с работником Избили его в кровь А на другой день загорелся у целовальника двор Лев Толстой Воскресенье Судя по литературным свидетельствам Целовальники были не в чести В чем же причина такого отношения? Ответ лежит в более давней истории Первое документальное упоминание целовальников Появилось в конце 15 века В своде законов Составленном при Иване Третьем Которого не случайно прозвали в народе Правосудом За время правления Ивана Третьего Москва стала центром государства Объединившего множество княжеств Но в каждом деле По-прежнему действовали свои уставы Нередко противоречащие один другому Закрепить внутреннее единство Должны были общие для всех уголовные И гражданские нормы Таким сводным документом Стал судебник 1497 года Далеко не все западные государства Могли бы похвастаться Подобным юридическим кодексом Иван Васильевич Был сильным и прозорливым политиком Но нам-то важно Что именно в его судебнике Нашлось место целовальникам Как участникам суда Эти люди были призваны выступать Свидетелями обвинения Но не только Они присутствовали при обысках Они накладывали оковы Они могли там кого-то поймать Привезти Это судебные целовальники Участвовали в татебных делах опасных То есть там, где связано было с убийством Появилось даже такое понятие Губной целовальник От слова губить То есть способствовать поимке опасных преступников Которых ждала смертная казнь Обязанности у целовальников Были серьезными Однако должностными лицами Они не являлись Денег за свой труд не получали А, наверное, служение Выдвигала их община посадских людей И черносошных крестьян Посадскими назывались Ремесленные и торговые люди Которые селились за пределами Княжеской территории Детинца или другого укрепления Они несли всевозможные повинности Черносошные, свободные крестьяне Занимали черные, то есть невладельческие земли Платили тягло, жили общиной Не являлись собственностью князей А лишь подчинялись им как государственной власти Кто и в какие времена не хочет Спокойной жизни без воровства и разбоя А если понадобится справедливого суда Вот почему в целовальнике Выбирали лучших, достойных уважения и доверия Они знали ситуацию в данной местности Это все-таки местное управление И, конечно, они сами берегли свою честь И способствовали правильному судопроизводству Обещая честно выполнять возложенные на них обязанности Выборные давали присягу и целовали крест Отсюда и пошло название Как проходило крестоцелование Можно судить по гравюрам Алиария Адам Алиарий Немецкий географ, историк, математик, физик и путешественник Неоднократно посещал Москве Иллюстрированное описание путешествий Впервые было издано в 1647 году Со временем функцию целовальников становилось все больше Их перевели на государственную службу И стали поручать сборы, хранения всевозможных налогов Податей, недоимок и таможенных пошлин Остались и письменные свидетельства Крестоцеловальные записи в так называемых крестоприводных книгах Где целовальники еще и письменно клялись Что не будут корыставаться То есть брать взятки, воровать и утаивать казну Когда избирали целовальников на определенный срок Они гарантировали сбор определенной суммы И потом получалось так Что если был недобор, то они выплачивали сами На них доправляли А если он говорит, что это не по моей вине Вызывалась комиссия И был повальный обыск То есть искали эти деньги Выходит, давая клятву Целовальники взваливали на себя тяжелый крест И хотя служили они обычно год Срок этот мог стоить слишком дорого Спрашивали с них по всей строгости Наказание было разное Там была конфискация И пение И провешь Провешь в древнерусском праве Насильственное взыскание долга Неплательщика ставили перед судом или приказом И ежедневно, кроме праздников Били по ногам батагами в течение нескольких часов Били, сажали в тюрьму А потом, когда невозможно было бы ничего взять То общество платило, которое выбирало И это, в общем-то, такая распространенная была практика А с кого брать-то? Вы его избирали? Вы что обещали? Что возьмете прожиточного? Почему прожиточного? Чтобы было еще с него взять Из бедных не было целовальников А ведь нередко недостача происходила вовсе не по вине целовальника Можно только удивляться, что при всей суровости законов И обременительной ответственности Люди все-таки соглашались и шли в целовальники Конечно, кто-то думал о личной выгоде Но далеко не все Большинство доверия общины почитало за честь Однако стали роптать священнослужители Раз попадаются целовальники, нечистые на руку Выходит, что на казнократство их благословляет церковь Патриарх крестоцеловальную присягу отменил И вот два года к вере не приводили Но началось такое воровство повальное Что пришлось в 1681 году опять указом вводить Что давайте, мол, по-старому, ребята, хватит воровать Целуйте крест И настояли бояре, и патриарх ничего не мог сделать Присяга имела силу Однако и соблазнов было больше, чем достаточно Карта московского государства конца 16-го, начала 17-го веков Напоминает лоскутное одеяло Сплошь внутренние границы между уделами и везде таможни Торговый люд страдал от бесчисленных поборов Купец, который приезжает, должен явить товар, правильно? То есть он должен заплатить явленное Надо было взвесить товар Надо было его складировать Складские были пошлины, амбарные он платил Присутствие целовальника, а как же? Это все происходило под контролем Весы, гири, чтобы они были правильного веса Чтобы паршины были орленые Это с государственным клеймом, орлом Он уже стал заниматься досмотром таможенным Он должен смотреть, соответствуют ли это явки Конечно, купцы изворачивались, как могли И бывало вступали с целовальниками в сговор с обоюдной выгодой При оформлении документов Там было масса всяких хитростей И понимаете как? Там также занижалась цена товара Его качество, или наоборот, завышалась Целовальник мог способствовать, конечно, вот этим всем записям Много коммерческих тайн видели вот такие ларцы целовальников Здесь хранилась таможенная документация Уставные грамоты, наказанные таможенные печати Когда ларец был в закрытом состоянии Он напоминал конторку, за которой можно было писать Целовальник, хранивший такой сундучок, назывался ларешный Тех, кто собирал пошлины по торговым рядам Звали рядовые целовальники Уличные целовальники контролировали беспатентных мелких лотошников Мол, покажи-ка, чем полным полна твоя коробушка А еще были целовальники кабацкие Кабаки открывались в свое время только при таможнях Так как питейное дело было государственной монополией И кабацкий целовальник давал клятву на кресте Обязуясь не разбавлять вино А значит не посягать на государеву казну Он за всем смотрел, за отпуском Вина, вот как оно доставлялось, это вино Откуда, что, чтобы нехватки не было И опять же за прием денег Вот чтобы вовремя отправить Это было очень серьезно Отличившихся на этом поприще награждали Обычно серебряными ковшами с царским вензелем Уважаемые были люди Так как зелос поспешствовали обогащению государства Ковши эти жалованы были целовальникам За успешную торговлю вином в царевых кабаках Объяснял он, любовно поглаживая пальцем чеканную вязь надписей Максим Горький, жизнь Клима Сангина Спустя лет 250 после первого упоминания целовальников в судебнике Когда стали уже формироваться властные органы По исполнению судебных решений Сбору налогов и таможенных пошлин Целовальников заменили хорошо нам известные судебные приставы Налоговые инспекторы и таможники И только владельцев кабаков и трактиров еще долго Вплоть до начала 20 века Называли по прежней памяти целовальниками Никакими клятвами они себя уже не обременяли Со всеми вытекающими отсюда последствиями Что же касается целовальника То наторговав, наконец, огромную сумму Он заготовляет последний раз вино И уже не разбавляет его водой Потому что назначает его для себя Довольно торговать Пора и самому попраздновать Федор Достоевский, записки из мертвого дома Так и пошло, что не целовальник То непременно плуты каналья Кто пускает по миру за долги, целовальник Кто спаивает народ, целовальник Об этом помнят А вот проклятвенное и честное служение Древних целовальников Несправедливо забыли Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok